Ясно, что судья с низкой социальной ответственностью попался. Такое бывает. У нас часто звонят. Потому что скорость, которую она назначала, и скорость, которую она приняла решение, просто удивительна. Представляете, человек за 10 минут написал две с половиной страницы решения и огласил их. То есть, судя по всему, решение было приготовлено заранее. И это никак не связано с арбитражом, с судом. Это вообще не судебное решение. Это попытка давления на кандидата от КПРФ национально-непритетских сил Грудинина Павловна Николаевича. И я уверен, что после 18 марта уже другие судьи разберутся, что на самом деле там все нормы процессуальные нарушены. Что там ясно, что надо проводить экспертизу. И мы, кстати, уже один раз проводили такую экспертизу и доказали им, что это их подписи. Они просто, ну, скажем так, мягко забывают все. И активизируются только когда идет какая-нибудь выборная кампания. И это уже неоднократно было на протяжении 23 лет. Они все время куда-то приходят. Потом, как только выборы заканчиваются, они пропадают. Потом опять приходят. Над ними смеется уже весь совхоз. Но обидно, что еще раз суд доказал, что в России есть телефонное право. Что в интересах ИСО входит депутат Единой России, значит, Московского областного парламента. Который ходит туда, в первое заседание, которое, помните, там пайщики, да? И туда, в акционеры. Но не может быть одновременно пайщиков и акционеров. Все это знают. Там он доказывает, что это пайщики, их надо поддерживать. А тут в арбитратном суде он доказывает, что это акционеры. То есть, они сами запутались уже. Но им просто нужно создать скандал. И они создают. Ну, кстати, а что произойдет, если этот земельный участок вернется обратно в совхоз? Тут-то контроль над нашим предприятием тоже те же самые люди, которые сейчас там поименованы. Все те же самые люди являются акционерами в совхозе Ленина. То есть, никакого ущерба ни совхозу, ни Грудинину, ни акционерам никто не нанес. Ну, потому что какая разница, кто в конце концов подпишет договор на передачу этой земли. И поэтому это бессмысленный суд. Только для того, чтобы какой-то скандал устроить. Поэтому, если честно, вот в результате этого суда, если, конечно, это все представить себе невозможно, что все пройдет, просто я стану, ну не я, Грудинин Павел Николаевич, акционер, станет богаче. Там-то у меня 4% акций, а тут-то 43%. И, естественно, если там 88% получил совхоз, и он эти деньги направил на строительство школы, ясно, что мы не от продажи молока или картошки получили такие деньги, чтобы построить такую замечательную школу. Поэтому все деньги, которые были положены, в совхоз пришли. Я не вижу тут проблем. Есть только одно. Мы точно убеждены в том, что суд у нас не скорый. Вот в этом случае он скорый очень, да, но несправедливый. И покупается в легкую или по телефонному звонку, выполняет все требования власти. Я думаю, что это даже не федеральное руководство. Это просто областной наш, скажем так, руководитель сильно беспокоится, что после выборов Грудинин станет президентом и его уволит. А если не станет, то станет губернатором Московской области. Вот его и колбасит. Поэтому надо быть спокойным. Наше дело правое, и победа будет за нами.